Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс. Предлагаю вам провести со мной эти книжные выходные. Тем более, что сегодня, 25 апреля, будет проходить буккроссинг в Москве. Я туда собираюсь поехать. Выезжаю вот буквально сейчас. Уже собрала книги, которые я бы хотела отдать. И планирую там попробовать поснимать что-то. Может быть, получится. Хотя я сомневаюсь. Обычно на подобных мероприятиях очень много людей. И снимать там не слишком-то удобно. Но на буккроссинге будут авторы, у которых я бы хотела взять автографы. Так что это двойной стимул взять с собой вас и показать, как это будет всё происходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я уже вернулась и сейчас уструю вам небольшой обзор того, что я взяла для себя. На буккроссинге, во-первых, это большая редкость. Лунные хроники, красная шапочка вот в этом потрясающем издании. Её никто довольно долго не хотел брать, и поэтому я решила, почему бы, собственно, и нет для коллекции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем я взяла всю серию поцелуи поцелуи победителя Марии Рудкоски. Тут, правда, книги лежат не в том порядке, в котором им нужно было бы лежать, но вот вся серия у меня есть, была о ней наслышана. Надеюсь, что не разочарует. Посмотрим, будем знакомиться. Об авторе я слышала много лестных отзывов. Вот такая вот красота издательства Азбука. Что-то про Рим, что-то про императоров. Одним словом, исторический роман. И вот такой полномасштабный, тем более тут есть карты, тут есть родословное предисловие от автора. Небольшие исторические справки. Думаю, это должно быть что-то очень интересное. 54 минуты. Такая серьезная книга о стрельбе в школе в Америке. Она вышла, кажется, вот в 2020 году. Ее тоже почему-то на буккроссинге долго никто не брал. И я решила подобрать эту малышку. Посмотрим. Я люблю всякие серьезные социальные темы. И как это будет реализовано вот в этой книге, мне тоже интересно. Дальше порция подростковой литературы Арктур и Кубок планет. Я эту книгу как-то видела, опять же, в прошлом году, но не стала обращать на нее пристального внимания. А тут вот удачно подвернулась под руку. И я подумала, почему бы и нет. К фантастике я равнодушна, однако что-то интересное всегда приветствую. Зодиак. Я за этой книгой тоже охотилась давненько. Она в твердой обложке стоит дороговато, а тут в мягкой, вполне приличном состоянии. И я подумала, что тоже нужно взять парфюмера. Вот это вот прекрасное издание я взяла на подарок подруге. Она давно искала именно вот это вот издание, именно с этой обложкой. Что ж, подарю и надеюсь очень сильно понравится. И, наконец, Стивен Кинг после заката, сборник рассказов. Я к Стивену Кингу пока испытываю весьма неоднозначные чувства, но сборники рассказов у него, я слышала, выходят очень динамичными, очень яркими. И, прочитав четыре сезона, я склонна согласиться с этим мнением. Пусть будет и после заката тоже, так сказать, в запас к Стивену Кингу. И, собственно говоря, то ради чего я ехала на этот буккроссинг ради автографов от авторов. Там были Антонина Крейн, Анастасия Гор и Уна Харт, автор Тролева Пика, но я его не читала, поэтому книги не подписывала, а вот от этих авторов с большим удовольствием получила автографы и сфотографировалась от Антонины Крейн. У меня вот такой вот автограф. Очень рада, что сумела поймать этого автора. Обожаю шоу, жду продолжения с замиранием сердца. А с Анастасией Гор мне еще предстоит познакомиться, но очень тоже рада, что этот автограф теперь есть у меня в коллекции. Сказать по правде, это мои первые автографы от авторов вообще в моей книжной жизни. Насколько я знаю, следующий буккроссинг планируется уже летом, и я его уж точно не пропущу. Мне хочется посетить данное мероприятие, тем более сегодняшний день принес мне целый шквал положительных эмоций. Я долго буду им подзаряжаться, и рада, что опять же сумела получить желаемые мною автографы и бонусом получить довольно-таки интересные книги, которые давно хотела прочитать. Одним словом, мероприятие на все сто. Вот такой вот небольшой влог получился у меня сегодня. Надеюсь, следующие книжные выходные, которые я соберусь в будущем снимать, выйдут пообъемнее и поинформативнее. Ну а на сегодня все. Пишите в комментариях о том, были ли вы на подобных книжных мероприятиях, на буккроссингах, на встречах с авторами. Мне будет все очень интересно узнать. Ну а с вами была Элизабет Букс. Увидимся мы совсем-совсем скоро уже в новых видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok